Хао, блинолицы! Сегодня у нас такой необычный выпуск, посвященный трехлитровой банке пивной, вернее, банке с пивом трехлитровой, если быть правильным. Я нахожусь в магазине «Хмель и солод», в разливной магазине, правда тут не видно розлив там чуть-чуть в стороне, а за мной холодильнички, но мы это еще покажем. Почему решил про пиво, разлитое в трехлитровую банку, поговорить. Хотя всегда критиковал этот такой подход. Этот выпуск, скорее всего, будет для тех, кто владеет магазинами разливного пива или у кого есть пиваренные заводики маленькие и которые присматриваются к этому сегменту. Но раз он существует, то грех, конечно, им не воспользоваться и не начать разливать пиво в трехлитровую банку. Чуть попозже мы поговорим с директором сети магазинов «Хмель и солод». И он расскажет, какой процент, хотя приблизительно, я думаю, скажет, занимает вот эта вот такая вещь, как трехлитровая банка. Ну, для начала вообще, откуда такое пошло? Вдруг а с чего? Вдруг ни с того, ни с сего? Трехлитровую банку он начал наливать. Несколько лет назад, ну, я не помню сколько, там лет пять, наверное, а может быть даже больше, пиварный Найтберг, Елена Тюкина. Кто не знает, я про нее снимал ролик. Они решили такой стёб сделать, где объединили мифы корнем СССР и снобство крафта. Вот разлили пиво в банку, положили туда охмель, чтобы так сухое охмеление сделать. Много других там фишечек таких сделали, которые посвященные люди, в общем-то, поймут и будут смеяться над этим. В общем, это был полностью такой стёб. Это по ветре подхватили другие пивоварни. Многие разливают уже на заводах у себя, вот как вот передо мной стоит такая банка, и разливают тоже с добавлением хмеля сухого или гранул в банки. Чего я делать, кстати, совершенно не рекомендую, потому что, ну, во-первых, это опасно из-за того, что хмель может заразить пиво, а во-вторых, Елена Тюкина запатентовала этот способ, и, в общем-то, кто это делает, может прилететь в судебные какие-то, какие-то судебные последствия. Но разливать в саму банку – это прикол. В общем, по-прежнему прикол. Рассчитан на тех, кто ностальгирует вот по этому пиву из своего детства, там, я не знаю, как можно сказать правильно, из 80-х годов. Так откуда же исторически пошла вот эта мода, точнее не мода, а надобность разливать пиво в трехлитровую банку? Большая часть советского времени пивоварение испытывало большие трудности с тарированным пивом. До войны на разливное пиво, пиво из бочек, приходилось, ну, наверное, процентов 90-го. Бутылку практически не лили. Ну, не производила советская промышленность тогда бутылку. После войны, конечно, это количество стало сокращаться, вот этого не тарированного пива. Не могу сказать, в каком году сколько было, но все равно не тарированное пиво бочковое. То в обычных деревянных бочках, либо вот этих желтых цистернах, таких вот с краником, которые на улицах стояли. Оно, конечно, составляло достаточно большой процент, особенно в маленьких городах, где небольшие такие региональные пивозаводы были. И, может быть, кто-то помнит еще вот эти объявления, которые стояли, что пиво продается в обмен на сданную посуду. То есть это был большой дефицит. Ну, и, соответственно, люди, чтобы взять с собой пиво домой, там, или в лес, или на речку, нужно было какую-то тару наливать. Что было, то использовали. Наливали в бидончики, наливали в канистры. Ну, наливали в самое простое, это было налить стеклянную банку. Я думаю, трехлитровая банка была в любом хозяйстве, там, у всех были трехлитровые банки. Но, кроме того, если наливать пиво в бидон, например, то пиво быстро, оно и так было не очень газированным. А тут оно вообще выдыхалось, в общем-то, вода водой была. В трехлитровой банке все-таки была крышечка, и какая-никакая герметичность была. Если вы брали пиво днем, во время рабочего перерыва сбегали, там, пиво дают в ларьке, там, налили, то, в принципе, его можно было до вечера как-то похоронить, и оно не выдыхалось, то есть, оно какая-то газация у него сохранялась. И вот многие люди помнят вот эту историю с этими банками, особенно, когда она такая, вовосечки такая вот, несут гордо ее по улице, с вобла еще там с какой-нибудь заткнутой. Вот эту ностальгическую тему многие люди помнят, и когда вот это пиво появилось, ну, в смысле, когда разлили в трехлитровую банку, всем ужасно захотелось купить именно в таком формате. Не из-за того, что там пиво какое-то было особенное в нем, а просто вот сам формат, что человек принес в компанию, так, приходит в компанию, не просто принес пластиковые бутылки, которые сейчас везде можно, да, купить, а вот такую банку принес, поставил на стол, все-таки сразу мужики, о-о-о-о, там, достали в облу, стучали. И все, и почувствовали, как будто им там в детство перенесло, или там кто, ну, не в детство, там, кто уж совсем старый, я думаю, помнит, что такое было. Вот. Поэтому это очень популярный формат, хотя и достаточно дорогой, замечу, то есть это премиум сегмент, как ни странно получается. Как разливать в банку? Ну, я видел, что некоторые разливайки просто берут, вот, наливают из крана обычным краном, ждут, когда там пена сяет, то есть, ну, то именно по старинке требуйте доливу после отстоя. Это не есть хорошо, на самом деле, потому что, как и в советское время, вы получаете абсолютно негазированный напиток, наливается это долго, ну, неудобно, в общем-то. Как наливать удобно, быстро и безопасно? Вот сейчас расскажу. А теперь давайте поговорим про устройство розлива CraftUp, которое позволяет культурно, цивилизованно налить в трехлитровую баночку. И самое главное, узнаем у Александра, он у нас уже появлялся на канале, как это влияет на бизнес, почему это, в общем-то, полезно для бизнеса. Александр, коммерческий директор сети Хмелесол, где мы сейчас находимся. Здравствуйте. Ну, знаете, здесь та ситуация, когда это и полезно для нашей компании, и приятно для наших клиентов. Потому что, когда мы наливаем через CraftUp, то пиво подается под пониженным давлением, и от этого оно становится мягче, лучше раскрывается его вкус. У нас постоянно подключены 6-7 сортов к CraftUp, но, в принципе, мы там за минутку можем быстренько переключить любой сорт из тех, которые у нас есть в холодильной камере, подключить. И нам хорошо, потому что мы продаем обычно трехлитровыми банками через CraftUp, и мы, соответственно, продаем чуть больше, чем обычно в среднем в чеке. Ну, и, соответственно, клиенту хорошо, потому что он получает более вкусное пиво за те же деньги. Банки сейчас подорожали, конечно, стеклянные, но у нас есть фишка, что можно просто принести свою какую-то банку, мы ее заберем, а свою чистую банку и крышку выдадим, и, соответственно, банка будет бесплатна. А банку, которую к нам принесли, мы просто помоем у себя в профессиональной мойке, и потом уже она будет чистая, и можно будет в ней снова продавать пиво. Оборотная тара. По поводу того, что низкая газация, она очень положительно влияет на такое восприятие пива. Я пока тут к съемкам готовились, я уже попробовал, на самом деле, пиво. Оно действительно, при том, что оно не сильно газированное, не то, что совсем без газа, оно слабо газированное, оно очень питкой становится, и как бы так мягкость, поэтому выпивается просто легко. И разница, вот тоже сравнил разницу между просто налитым через Пегас, через обычный Пегас, через ПЭТ, и вот налитую банку через Крафтап, ну, она довольно ощутимая. Соответственно, это увеличение продаж, это лояльность аудитории, потому что такая фишка. Ну, собственно, это тема для владельцев магазинов пива, владельцев заводов, небольших заводов, в которых есть свои тоже магазинчики, которые могут прям сразу налил и принес. Потому что банка, она не герметична, то есть не держит давление, и пиво надо, ну, сколько, Саша, хранится так в закрытом виде? Ну, пиво такой продукт, что его хранить? Ну, достаточное время хранится для того, чтобы не потерять свои качества, то есть, ну, пару дней точно хранится, пару-тройку. Пару дней даже можно, да. Вот видите, ну, в общем-то, это увеличение объема в продаж, это лояльность аудитории, потому что у вас такая фишка, есть вот эта трехлитровая банка. Как я говорил, это, так сказать, вы будете в любой компании таким желанным гостем с такой тарой, все будут очень удивлены. Особенно если в авоське, которую мы тоже выдаем. И авоська есть, супер вообще. Да, авоськи есть. Саша, насколько вообще вот можно рассчитывать, если вот поставить такую штуку, и сколько у вас продажа, так в среднем примерно, вот, понятно, что ты не расскажешь всех секретов, насколько примерно продажи в одном магазине? Конечно, везде все по-разному, ну, там, лучше, там, могут продаваться, там, пару-тройку сотен банок в месяц, в принципе. Ну, это серьезно? То есть, даже 100 банок, это 300 литров? Ну, да. Неплохой объем. Неплохой объем. Да, и хочу заметить, что Крафтап, он универсальный, он не только для трехлитровой банки. Вы можете, конечно, не там, в двухлитровую, в литровую, но это как бы бессмысленно наливать в двухлитровую, хотя, почему, в двухлитровую, наверное, можно, да? Да, двухлитровую мы также наливаем, также наливаем в бугельные бутылки, это тоже, ну, как бы, приятно прийти в гости с красивой бутылкой, с вкусным пивом. Вот про бугельные бутылки тоже, да, это универсальный Крафтапа, что, ну, это просто эстетика, вот, за бугельную бутылку я всегда говорю, что это хорошо. Ну что, пойдем посмотрим, как это наливается, как вообще этот аппарат действует. Пойдем. Вот это чудо-агрегат, в общем, довольно простая конструкция, снизу такая регулируемая станина, которая поднимается и прижимает банку кверху. Ну, то, что я говорил, можно не только банку, можно и бюгельную бутылку сюда, или банку другого размера делать. Говорят, что кто-то даже в один литр льет. Сверху, такой же, как у Пегаса, управление газ и само пиво, собственно, скорость подачи. И ручка, которая поднимает вот эту станину, прижимает банку к переходничку. Ну, а теперь попробуем налить, посмотрим, как это получится. Вот, Влад нам поможет, как и специалист в этом деле. Поднимаем, закрываем вот эту дверку прозрачную, чтобы, если чего, не повредить осколками. Потому что я говорил, что банка не предназначена для какого-то давления, хотя оно здесь очень небольшое, из-за чего пиво будет с такой щадящей газацией. Ну, ничего нельзя исключать. То есть, безопасность превыше всего. Пошло пиво, выровняли давление. Ну, в общем, тут дальше действует все, как и в обычном Пэте, как и в обычном Пегасе. Если давление выровнялось, немножко дали побольше напор. Ну, пиво наливается. Время налива одной банки, ну, зависит от сорта пива. Если оно сильно пенится, это какое-нибудь охмелённое пиво, или, например, Вайтсон, или Бланш, которые, ну, пенообразование априори больше. Это может занимать, там, до двух, даже трёх, наверное, минут. Если пиво какое-то обычное, светлое, без особого охмеления, где-то полторы минуты занимает, налив в банку. То есть, это очень быстро всё происходит. Немножко давление дали, чтобы пену посадить. Скорость немножко уменьшили, чтобы не так сильно пена под конец шла. Вравниваем давление. То есть, сбрасываем давление. Если надо, чуть-чуть доливаем пиво. Вот, видите, давление стало атмосферным, ну, обычным давлением. Пошли пузырики. Сейчас Влад немножко опять дал давление и доливает остаток. Всё, пиво наливо, давление сбросили. Открываем дверку. Нет, ещё немножко хочу добавить. Пускаем в банку с помощью этой ручки. Внимаем. И закрываем крышечкой. Всё. Всё просто. Всё, готова. Баночка. Три литра коникса. Пожалуйте, пить. Резюмируя. Если вы хотите сделать доп. продажи, увеличить продажи своего пива в своём магазине, в своём баре, в своей пивоварне, то крафтап, универсальный вот этот, хороший выход из положения. Конечно, это не подходит для больших пивоварин, где линия розлива автоматически, но для маленьких таких вот совсем очень хороший выход. Ну, как видите, мечта советского человека про пиво в банке, она осуществляется. Сейчас в овощечку и пойду домой пить пиво. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бла-бла-бла-бла. Пейте вкусное пиво и не пейте невкусное. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бла-бла-бла-бла.